Привет, меня зовут Екатерина Кирюшина, мне 21 год и я только что закончила бакалавриат в Канаде. Я уже приезжала в Канаду до этого, благодаря летней программе Students International я поехала в университет U of T, пожила там месяц, и мне очень понравилась страна, очень понравились там люди, я решила поехать туда в университет. Это был летний лагерь в University of Toronto, вот, и эти курсы длились 4 недели. Бакалавриат длился 4 года, я училась на бизнес-факультете. После первого курса я перевелась из бухгалтерии на финансы, получается, один год я училась на бухгалтерии, потом оставшиеся 3 года я училась именно в финансах. Да, то есть это все на самом деле зависит от того, какие предметы ты хочешь брать, то есть в Канаде можно выбирать предметы именно по специальности. Вот, я как раз выбрала больше предметов именно по банковскому делу и по частному капиталу, потому что это две сферы, которые меня интересовали больше всего. Вот, но выбирать можно, в принципе, любые предметы из этой области. Мне очень понравилось там учиться, то есть там очень опытные профессора, которые уже работали именно в этой сфере, и они очень интересно объясняли материал. Вот, ну первый год, конечно, было достаточно тяжело, потому что нужно было привыкнуть вообще к языку, к их темпу речи. Вот, но оставшиеся 3 курса уже было гораздо легче. Ну вот как раз на первом курсе я жила в резиденции на кампусе, вот, мне кажется, это было самое правильное решение, потому что как международный студент ты приезжаешь в чужую страну, то есть тебе нужно адаптироваться, нужно познакомиться с другими студентами, поэтому жить в кампусе это было очень правильное решение. Вот, но после первого курса я переехала, ну я стала жить в частном доме, то есть тоже с другими студентами, просто я решила жить уже со своими друзьями. Вот, это был дом, там могли жить 5-6 человек, вот, то есть ты уже живешь с друзьями своими, и как-то так. Ну вот как раз одна из причин, по которых я переехала в дом, это стоимость, то есть в кампусе, на кампусе я платила 1000 долларов где-то за месяц, вот, а когда я снимала уже именно дом, то платила в 2 раза дешевле, то есть у меня проживание за месяц было 500 долларов, вот, цены на продукты, ну приблизительно такие же, как в Москве, может чуть подороже, вот, но опять же все зависит от продуктов, там мясо это или фрукты, или там булочки какие-нибудь, но в принципе цены чуть-чуть дороже, чем в Москве. Конечно, было время на тоже развлечения, то есть там в кино с друзьями ходили, в разных университетских клубах участвовали, то есть огромный плюс обучения в Канаде, это то, что там в университетах есть студенческие клубы по интересам, по какой-то академической сфере, вот, и в этих клубах проводится очень много мероприятий, вот, поэтому можно там встретить новых друзей, там по интересам, да, это очень здорово, что такая вообще возможность есть. Ну, конечно, давали деньги родители, вот, но я тоже старалась подрабатывать, например, после первого курса я устроилась вожатой в лагере в University of Toronto, то есть это то место, куда я приехала, получается, за год до этого именно в Канаде, вот, вот, также я подрабатывала ассистенткой профессора, вот, но это как по-английски teacher's assistant, то есть нужно проверять работу студентов, вот, и помогать профессору с выставлением отметок, вот, и также после третьего курса у меня была стажировка, вот, она была неоплачиваемая, но все равно я очень рада, что смогла поработать по профессии. Ну, конечно, когда проходишь стажировку, то было бы здорово, если бы она была оплачиваемая, но я очень рада, потому что эта стажировка помогла мне в итоге в получении моей постоянной работы, вот, то есть несмотря на то, что в тот момент были только расходы, вот, все равно в итоге это было очень хорошо, что я приняла такое решение, то есть несмотря на то, что стажировка была неоплачиваемая, я именно выбрала ту работу, в которой я могла получить опыт, то есть именно в сфере финансов, и, соответственно, это мне помогло уже с получением постоянной работы. Как я уже сказала, я выпустилась неделю назад, и контракт у меня будет с сентября, то есть с сентября месяца я буду уже работать в банке TD в Торонто, вот, но поиск работы занял достаточно долгое время, то есть я начала искать постоянную работу в июле прошлого года, то есть еще в то время, когда я проходила стажировку, вот, и подписала контракт я только в январе, то есть я разговаривала с разными компаниями, вот, искала работодателя, у которого я буду, у которого я могу работать долгое время, вот, и поэтому этот процесс поиска занял достаточно долгое время. Я хотела бы пожить в Канаде, немножко поработать там, вот, я знаю, что после 12 месяцев постоянной работы, уже можно поддаваться на постоянное жительство в Канаде, вот, но я думаю, я так и смогу сделать через год. На самом деле в жизни за рубежом нет ничего страшного, то есть я тоже, когда только первый раз ехала в Канаду, я очень боялась вообще, что это такой вообще серьезный ответственный шаг, то есть обучение за рубежом, на другом языке, на чужом, без семьи, без друзей на тот момент, вот, на самом деле самое главное, это просто успокоиться и, как по-английски говорят, let it flow, то есть просто расслабиться и постараться учиться хорошо, то есть не бояться ходить на различные мероприятия, заводить друзей, то есть ничего в этом страшного нет, вот, я надеюсь, что у сегодняшних слушателей все получится. Спасибо вам!